Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я делаю свой ежедневный макияж. Практически схема у меня всегда одна и та же, за исключением там, может, каких-то редких нюансов. Но, как правило, утром я делаю вот такой же, тот же сам макияж, может, только продукты меняются. Кому интересно, приглашаю к просмотру. Итак, приступая, на лицо я уже нанесла увлажняющий крем и сейчас нанесу BB крем от Dior Skin Nude, мне кажется, он Dior Skin Nude, да. Оттенок у меня первый, обязательно все это напишу, нанесу. Так вот, очень удобно, с такой помпой. Одного нажатия мне хватит. Так. И разношу руками. Сейчас у меня, как обратила внимание, нет вообще ни одного тонального крема. Пользуюсь я исключительно BB кремами и у меня есть один увлажняющий крем с тоном от Clinique. И я поняла, что мне не нужно, в общем-то, для моей кожи какое-то сильно плотное такое основательное покрытие. Мне нужно, чтобы тональный крем, вернее, увлажняющий тональное средство как-то просто выравнивало тон кожи, скрывало покраснения какие-то, может, что-то, какие-то погрешности на коже. Вот, все. Следующее, приступаем к коррекции. Использую я от Avon, такой вот в виде стика, корректор. У меня, вот видите, над верхней губой выступает очень венка. Ее сильно видно. Так, возьму-ка я серпальцем. И тут подмаскирую немножечко, придвину, чтобы вам было видно. Так, сделали. И теперь под глаза. Под глаза я буду использовать корректор из дорожного набора Lancome. Вот такой он у меня уже потрепанный. В общем-то, активно я им пользуюсь. Один светлый уже я вымазала весь корректор, консилер, или как правильно, не знаю. И теперь использую такой вот он, более такой желтоватый. Но, в общем-то, он неплохо не маскирует мои какие-то желтенькие, желтенькие говорю, какие-то синячки, погрешности под глазами. Так, я возьму свое полотенчика. Обычно у меня маленькая такая салфеточка тканевая, чтобы что-то стирать. Кисточки подчищать, руки вытирать. Так, все. С глазами, с лицом мы все сделали. Да, я перепутала немножечко. Обычно я вперед наношу базу для теней, чтобы она уселась. Но тут перепутала немножечко. Сейчас нанесем ее. Буквально вот такой вот горошинки мне хватает на оба века. База хороша только в холодное время года, для моих век. А вот сейчас уже, когда становится теплее, к сожалению, она у меня плохо держит тени, карандаши. Все, в общем, куда-то исчезает. Сегодня у нас за окном минус 7. Я думаю, эта база справится с своими обязанностями. Пока все у меня усаживается на коже, я пудру сразу не наношу. Я немножко подкорректирую свои брови. Я, в общем-то, ими практически не занимаюсь, потому что я не люблю в повседневной носке, чтобы брови как-то выделялись. Единственное, подкрашиваю кончики, потому что они у меня какие-то облезли. Использую я вот такую палетку тени от Revlon. Оттеночек 500. И из этой палеточки, именно для бровей, я использую вот этот оттеночек. Так, надо мне влезать зеркальце, чтобы удобно было. Буквально чуть-чуть и на кончиках. Гелем я их как-то не фиксирую. Не знаю, в общем. Все, вроде бы, мне хватит. Так, все, я думаю, веки у меня база уселась. Теперь будем наносить тени. Использовать сегодня я буду одну из своих любимых палеток теней. Это у нас пятерочка от L'Etoile. Оттеночек у нас 904. На все века я буду наносить вот этот вот оттеночек. Они все сатиновые, если не сказать шиммерные. Но на веках очень-очень хорошо смотрятся. Мне нравится. Я их использую днем. Наработаю. Поэтому, в общем-то, довольна. Наношу я на все века подвижное. Так, нанесла я на подвижное века. И теперь я буду наносить темный оттеночек. Вот он, такой вот. Он коричневый, может, с серым таким отливом. Сразу буду наносить растушевочной кистью. В принципе, вот техника моя нанесения теней практически всегда одинаковая. Может, за исключением, там, палеток. А так по утрам. Тороплюсь. Особо я ничего не придумывала. Уже как бы еще не проснулась, а руки уже работают. Все. Теперь нанесем еще на нынешнее веко. Так, растушуем. Так, и подведем немножечко внешний уголок глаза. Использовать я буду карандаш от Изодора. Как вам правильно показать, он в сером оттеночке. Номер у него 68. Вот он название. Очень я люблю карандаши от Изодора. Именно для меня они подходят, что они очень жирненькие. Легко ими проводить какую-то линию. При желании она хорошо тушуется. В общем, для меня это очень подходящее. И использую я в дневное время в основном серый карандаш, чтобы макияж не был таким уже броским. Все века я не подвожу. Таким маленький хвостик. Прям-то и стрелочкой не назовешь так. Наметим контур глаза. Так, что у нас какие-то неровности подправим. Теперь на нижнее веко я на слизистую, как на водную линию века нижнего нанесу карандаш от Oriflame. Он такого бежевого оттенка. Он не белый. На камере он выглядит как белый, но он бежевого цвета. Это мне сейчас актуально. Весной у меня жуткая аллергия. И глаза постоянно красные. Белкие, поэтому этот карандашик незаменим. Конечно, я не скажу, что он стойкий, но тем не менее держится. Так, теперь я буду наносить... А, подождите, наносить. Я забыла нанести в уголки глаз. Буду наносить тенюшки вот средненькие. Они такие розоватенькие, но очень хорошо подсвечивают бровку под бровкой. Так, и вовнутренний уголок глаза нанесем. Так. Ну все, теперь точно макияж глаз закончен. И сейчас я буду наносить тушь. Тушь у меня Шанель. Как называется? Сублемный Шанель. Очень мне нравится. Уже не первый год ей пользуюсь. У нее силиконовая такая кисточка. Очень мне она нравится. Она и удобная для меня. Так. Все. Теперь, куда я там вылезла, я подотру. Носу сразу я не вытираю, а когда чуть-чуть подсохнет, она тогда очень легко убирается и никаких размазываний нет. Ну все. Теперь подошло время лица. У нас BB-крем уселся. Теперь нанесем пудру. Пудру я использую Шанель. Какой у нас тут оттенок? 50-й. С PF10. Она даже позиционируется как тональная основа, но она все-таки не назовешь ее кремовой. Она пудровая, просто довольно-таки плотная. И с полжиком, если ее наносишь, то довольно-таки она так основательно наносится. Но я использую кисть, и меня так она вполне устраивает. Она неплохо держится. Я не скажу, что она какая-то там матирующая особо. Мне нравится она очень мелкого помола, такая шелковистая. Запаха я не чувствую, но вообще-то на мой нос особо надеяться не нужно. Он у меня любит искажать ароматы или не ловить их. Опять же из моей аллергии. Так, все. Пудру мы нанесли. Так. Сейчас у нас весна, поэтому я опять искала свой фонзер, который я не знаю, когда он мне закончится. Это Dior. Я уже его как-то показывала, потом перестала показывать, потому что один и тот же 0,30 оттенок. Так, вот он у меня. Тут я его сковырнула. Так. Буквально его совсем чуть-чуть надо. Зимой я как-то бронзером особо не люблю пользоваться. Кожа у меня, потому что бледная. И мне кажется, даже если бы я пользовалась каким-то светлым сильно бронзером, он как-то бы на мне смотрелся неестественно. И теперь румяна. Румяна у меня мои тоже незаменимы от Mary Kay. Вот оно записано. Какой-то оттеночком. МТ-15. Так. Кисточку возьмем. На камере, может, их и не будет видно, но много не наношу, потому что это макияж у меня. Сейчас я пойду на улицу и не буду делать румяна такие, чтобы видно было на камере, потому что я буду выглядеть матрешкой. Так. На губы я буду наносить сегодня блеск Герлен. 402-й. Все. Губы накрашены. Макияж закончен, макияж мой. Я готова идти на работу. Спасибо вам за внимание. Пока.